Своё начало новоявленная река на улице Титова берёт прямо на остановке общественного транспорта, что под дублёром курортного проспекта. Фонтан из фекалий и скандинзационного люка бьёт неустанно. Зловонья, как и сама река, распространяется на сотни метров. Усугубляет ситуацию и автомобили. Фекальные воды во все стороны они разбрызгивают, поднимаясь на дублёр. Следы нечистот присутствуют и на самом заезде. Неудобства жители микрорайона испытывают не только из-за запаха. Отходы текут прямо по зебре. Дорогу здесь переходит преодолевая препятствия. Я перескакиваю, теперь вот так вот обхожу, рискую, бегу на красный свет. Я спешу. Я иду поздно с работы в 10 часов вечера, в 22. Мне не до этого. Вот нет машин. Я рискую. Я перебегу, потому что там я не буду. Чтобы назвать кнопочку, там надо очень или так ждать, или туда идти, или обижать сумками. Поэтому невозможно. Мы ходим каждый день на эту остановку. Приходится обходить. Правда, первый день, первый-второй день кто-то приезжал. Там они что-то пытались, мне кажется, делать. Слесарь или кто-то. Он что-то тут поковырялся. И всё. И течёт всё больше. Это коммунальное ЧП на проезжей части здесь не единственное. Буквально через дорогу в нос снова бьёт характерный запах. Очередная лужа соседствует уже с жилыми домами. Люки, соседствующие с эстакадами, находятся на балансе дорожных организаций. В данном случае это Росдорстрой и конкретно Упердор-Черноморье, которые обязаны, как собственники, устранить аварию. Как оказалось, проблема утечки руководству учреждения известна. Вот только приступить к устранению аварии, с их слов, не позволяют организационные моменты. Как нам пояснили, процесс ремонта требует большого количества всевозможных согласований с разными инстанциями. К решению данной проблемы подключилась и администрация города. Замглавы Сочи по вопросам ЖКХ Юрий Паламарчук сегодня встретился с представителями дорожных организаций. Но три недели, три недели – это просто недопустимо. Это катастрофа. Тем более лето. Тем более сейчас, когда такая температура на улице. Такого в городе Сочи, ну уж, по крайней мере, никогда не было. А уж после того, когда провели подготовку сетей, перекладку их, новые сети положили перед Олимпиадой, ну это вообще просто недопустимо. Сегодня организация Росдорстроя раскопает трубу. Мы посмотрим, что там. Если это будет, не дай бог, пролом, значит, ее восстановят в кратчайшие сроки. Если это будет очистка, ну там придется тогда вскрывать, потому что специализированная машина не смогла прочистить. В течение дня специалисты выявляли причину аварии. Устранять же ее мастерам, судя по всему, придется уже в темное время суток. Давайте договоримся. Первое, что вы не уходите сегодня с рабочего места до тех пор, пока не закончите все необходимые работы. Если у вас возникают какие-то вопросы или проблемы, я вас прошу, обязательно ставьте в избежание с меня, у вас есть мой телефон. Да, конечно. В любое время. Ночью, днем звоните. Я вам помогу. И следующее. Давайте договоримся раз и навсегда, что этот инцидент был первым и последним. Такого, чтобы у нас больше никогда не было, потому что, еще раз говорю, город является летней столицей. По окончании же работ компания Черноморья обязуется навести порядок и на проезжей части. Следов от нечистот, подчеркнули в мэрии, быть не должно.